Всем привет! Мы в Rise of Light, у нас стоит красавец Сопвич, который мы так и не увидели в темноте. Карта канала закончилась, и я решил пройти компанию за вот этот интересный самолет Илья Муромец, воздушный корабль. На последний раз в продаже я его приобрел, с ним вместе идет компания, как понимаю, она очень маленькая, но на самолет я не летал на нем. Для меня это абсолютно будет первое с ним знакомство. Вот, видимо, компания, всего 10 миссий, и первый перегон самолета. Самолеты компании Альбатрос, Ньюпор и Сикорский. Фотография, видимо, натуральная. Далеко на западе, словно огромный зверь в зареве заходящего солнца, ворочалось в сражение. Даже здесь, в Сновидове, несмотря на удаленность от линии фронта, чувствовалось, как от несмолкаемой артиллерийской канонады дрожит земля. Этой чертовой войне, идущей уже третий год, не было видно ни конца, ни края. Поежившись на холодном вечернем ветру, я выплюнул погасшую папиросу и еще раз взглянул на застывший величественный корабль. Ремонт был практически завершен, и завтра с утра нам предстояло перебазироваться на передовой аэродром в Большевовце. Большовце. Откуда опять начнутся регулярные вылеты? Перспектива снова оказаться в самом пекле боя после нескольких дней мирной жизни пугала. Но показать свой страх перед товарищами я не мог. Хотя думаю, что страшно было всем. Хоть они старались не подавать виду. 2 сентября 2016 года. 7 часов 11 минут. Здесь было про вечер. В заре видаходящего солнца время 7 утра. Нестыковочка. Задание. Осуществить перебазирование на передовой аэродром в Большевцы. Ваш самолет Илья Муромец. Бомбовая загрузка отсутствует. Выполнение полета взлет произвести 17.11. Взять курс на аэродром в Большевцы. Дальнейший маршрут показан на вашей летной карте. Сложность обычная моя. Жамкаем начать. Не знаю, есть ли у него раскраски какие-то или еще что-то. Дополнительно оборудование может быть. Я в списке не встречал. Почему нельзя курс написать? Вы пишут сейчас. Ну, это где-то 330. 320. Ориентировочно. Ну, вот, вот это первый ориентир. Вот это второй. Это страховочные. И вот два вот этих... Две заводи. Вот здесь аэродром в развилке. Смотрим в ангаре. Четырех мотор. Огромный. Дверь просто в барду. Первый в мире. Да, 10-пудовых бомб мог нести. Так же мог нести радио и фотоаппаратуру. Или две пятипудовые бомбы. Пока взлечу без бомб, я пойду, потому что не очень в курсе. Как он у него по части тяги. Самолет стал первым в мире бомбардировщиком, установившим рекорд высоты 2000 метр. Оправдывая свое название, Илья Муромец оказался, кроме того, и тяжеловозом, установив рекорд грузоподъемности. Плод работы конструкторов во главе с Игорем Сикорским летательный аппарат в 1913 году взял на борт 16 человек и собаку, что соответствовало весу более тонны. Кроме того, Муромец стал первым в мире пассажирским самолетом. Впервые пространство самолета оказалось поделено на кабину и комфортабельный салон для пассажиров, в котором были предусмотрены спальни, ванны, туалет. Салон отапливался, был электрифицирован и имел выход на плоскость нижних крыльев. Сделанные к началу Первой мировой войны четыре первых Муромца были переданы в Императорский военно-воздушный флот. На их базе создана первая в мире эскадра бомбардировщиков, которая в годы войны выросла до шести десятков боевых единиц. Ничего себе! Муромец, участник воздушных боев Первой мировой, был более компактной скоростной моделью серии. Б с двумя моторами, четырьмя членами экипажа и арсеналом бомб весом 18-240 кг. Осенью 1915 года были произведены опытные бомбометания крупнейшей в мире на тот момент 410-килограммовой бомбы. За годы Первой мировой войны 60 машин серии Илья Муромец совершили 400 боевых вылетов, сбросив 65 тонн бомб и уничтожив 12 вражеских истребителей. Неприятель побил три и сбил лишь одну нашу машину. Двигатели четыре восьмигоршковых Sunbeam Crusader. Двигатель все-таки иностранный, мощностью 150 лошадиных сил при 2000 оборотах. Высота 4 метра, длина 17 метров, размах крыльев 30 метров, площадь крыльев 125. Тритонный вес самолета, плюс 240 кг, экипаж, объем топливных баков 1000 литров, маслобак 126 литров, бомбовая загрузка 306 килограмм, вес взлетный 4 тонны 600 килограмм. Вот нам надо. Скорость приборная на уровне моря 100 километров в час, 111, 104. Он тихоходящий. Скоро подъемность 11 минут набирает 1000 метров. С загрузкой 320. Практический потолок 2000 метров. Продолжительность полета больше пяти часов. Вооружение один пулемет Lewis. Ну, айда смотреть. Я водитель трамвая. Там машина едет. Управление, где мое все? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Это обороты. Это магнета. А, к примеру, альтиметр. Это, видимо, топливо у меня тут. Хотя топливо должно быть полтинник. Это масло, скорее всего. Альтиметр очень неудобно висит. Ух-та, это прозрачный шарик. Кренометр. Креномер. Сейчас я посмотрю еще одну. Во какой. Российский флаг на борту. Регулируемых радиаторов нет. Стрелок сидит вон где наверху. Огромный, такя напрямую. тройной хвост компас компас в ногах прям мы смотрим сейчас на 30 градусов то есть взлетаем поворот небольшой налево вот это резво побежал только влево его тянет мы летим почти без разбега обалдеть главное сейчас вверх не начать лезть как на истребителе и влево и и Это ж нужно было рассчитать Такую громаду Не просто воздух поднять А еще тонну с собой затащить Ага, я лечу, но я лечу не по той Где-то 310-315 На полу риски, на лобовом стекле риска Есть бомбовый прицел Сейчас чуть-чуть повыше заберу Чтобы в берег не впилиться случайно Где тут помещалась ванна, туалет Балкон Часов не нашел я Обычных Вон окошко штурмана для бомбометания Да, реально, это креномер Даже не креномер, а указатель скольжения А в горизонт он не хочет становиться Ну, я имею ввиду, нет автомата Горизонт я хотел полюбоваться Разных ракурсов Субтитры сделал DimaTorzok На отключении, что колокол звонил Я надеюсь, ютуб его не услышит Потому что были прецеденты Когда звонят его колокол Он там опознал Чьи-то авторские права Путь будет очень долгим На истребителях, по-моему, и то работает Автомат горизонта Все выше уже можно не лезть Свечи топлива, масло бочкистое Субтитры сделал DimaTorzok Еще б самолет сопровождение было рядом Для масштаба Лестница наверх А, это для стрелка Он же прям над головой Я хотел еще с бомбовым прицелом разобраться Но я боюсь самолет бросать А, вот, сейчас почему-то сработал Спасибо Километров в час, ну где-то сотка Да, понятно, что угол ветра самолету градусы Где его узнать? Высота в сотнях метров Мы будем считать, что если обороты установившись Это мы гнем где-то 100 км в час Высота 800 Так, а почему неровно стоит пузырек? Не влияет? И что означает красный флажок? То, что показания не внесены? Нет описания В описании миссии ветра Ну вот, обычная перекрестка Ну вот, обычная перекрестка В принципе, я думаю, что с высоты 800 метров Поправки на ветер Можно не особо вносить Треть пути проделали Треть пути проделали До первой загогулины Вон в горизонте идет у него хвост как-то выше Субтитры создавал DimaTorzok Ага, у него еще сектор обстрела-то минимальный Просто на шкварне стоит пулемет Субтитры создавал DimaTorzok Нет, это не колоколовый звон Это просто такой гул машины То есть реализовано всего два человека Штурман невидимый Нет бомб или прицел встал на упор Проверьте положение самолета Ну вот, судя по уровню Действительно, хвост немножко приподнят у нас Ну, в принципе, вообще примитивнейший прибор Ветер, скорость, высота, скорость самолета Это можно чуть-чуть подруливать Все, ручки сброса Почему-то называется ускорение Доказатель Нет, высота не изменилась Мы в горизонте идем Освещения кабины нет Субтитры создавал DimaTorzok Каркас хвостя, видимо, это для жесткости На него весь киль завязан Субтитры создавал DimaTorzok Бочу, конечно, на нем не крутанешь Ну, в принципе, он не как утюг Помотаться со стороны в сторону Чтобы истребитель не мог прицелиться Сможем А, я там какой-то маркер не прошел Да, и фиг на него Так доберемся Ну, не так уж и медленно он летит Я думал, он вообще будет в воздухе висеть Громадина Субтитры создавал DimaTorzok Здесь компании, насколько я читал Когда ознакомливался Есть миссии по фоторазведке По бомбардировке По радиокоррекции И вот сейчас, когда выбирал Последняя миссия была перехват там Кого-то Как можно или ему ромца Кого-то перехватить Я не знаю, но Посмотрим Вон две половинки уже Вот эти виднеются Вот здесь уже аэродром Я думал, он будет более Тяжелый какой-то Нелетучий А он нормально летит Кабина трамвайная Конечно, с другой стороны Иначе не сделать Если бы он наверху сидел Вообще бы ничего не видел А стрелок Заброшенный Наверху Элероны оригинальные Сделаны То есть у них уже Кривизна есть Кривизна есть Чуть-чуть я иду вниз туда На руль направления тоже реагирует нормально Для своих размеров Аэродромные постройки будут видны Можно потихоньку снижаться Вот это разметка Не знаю, что обозначает Солнце силу Продолжение следует Продолжение следует О, он уже аэродромчик В принципе пробег у него не должен быть большой Тяжелый Тяжелый Сразу на хвост И быстро должен заторможиваться Полный газ Полный газ Разобраться Разобраться бы, что еще В каком налито Из трубок Из трубок Наверное, это масло Хотя его тоже должно хватать На пять часов полета На пять часов полета Литр на десять Может быть это Вверху вот этих два баллона Два бака Это на них С одного и с другого Указатель Тогда som油 Музыка Ниглядь Продолжение следует... 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 Продолжение следует...